МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины меньшины на нашем канале у студии Сергея Манько. Витаю вас с сегодняю выпуску. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новоселье в белых халатах. После капитальных ремонтов у молодежи открылась другая районная больница. Светлые помешкания, зручные ложки и оптимальный температурный режим. Все сприяя худкому выздоровлению. Уклад у здоровья оценила Лидия Винскевич. Новое гучание старожитной реликвии. До юбилея свято-воскресенского кафедрального собора у Борисови. Одновать звонницу. Конструкцию из меди и инших металлов выконали местовые маэстри меньше, чем за месяц. Голос светла. Репортаж Вероники Цверко. Грошовый скарб. Национальный историко-культурный музей-заповедник Дня Свиш. Отримая коллекцию стародавних монет. Новоселье в белых халатах. После капитальных ремонта у Молодежни открылась другая районная больница. Реконструкция будинка продолжилась два года. За этот час отбылось омальповное техничное переоснащение отделения. Палаты и кабинеты теперь комфортные и функциональные. Установа различена на 140 мест. Обновленная больница полегчить працу инших медустанов района и повысить якость обслуговывания пациентов. Уклад у здоровья. Репортаж Лидии Винскевич. Незавершенно насыщенными опынулись первые дни в осени для Жихаров Молодежна. Кроме традиционных Дня Веда, у Молодежинца ушакала сопроводная свято-здоровья. После двухгодовой реконструкции районная больница номер 2 отшинила свои дверы. Обновленный будинок районной больницы уже поспели оценить не только ее працуники, а и пациенты. Медустанова працуя у штатным режиме. Светлые помешкания, срушенные ложки и оптимальный температурный режим. Усе сприяя худкому выздоровлению. С центральной Молодежинской больницей сегодня сюда уже переведено больше за 100 человек. У худким часа и колькость пациентов повеличится. Город этого события ждал. Жители города ждали. Ждали медицинские работники. В данной больнице расположено 40 коек гастроэнтерологического отделения, 40 коек неврологического отделения и 60 коек пульмонологического отделения. В отделениях в соответствии с патологией будет оказываться квалифицированная медицинская помощь. Зараз больница отповедает узору сучастной медицинской установой. Аномаль полностью укомплектована наинувшим медицинским обсталяванием. Про высокую якость працу этой установе уже праздник, как и дён, ведали и в соседних районах. Иван Мазец, жахарвёвский бояр из Мядельщины, взял выходные на праце специально для того, как ободвести жёнку на обследование. По словам жены, вообще шикарно, говорит. Персонал прекрасный, оборудование отличное. Обе руки развели в сторону до лога, плавно, медленно и выдох вперёд. В больнице практически не лежал, но как дома, спится хорошо. Я сам работаю в доме отдыха. Так приятно посмотреть, что у нас даже и что здесь. Разница не очень большая. На час реконструкции Амалю весь персонал размирковали по инших установах района. Верта неуродные стены для працеуников другой больницы с оправданной счастьем. Все очень счастливы. И спасибо строителям, что они подарили нам такой красивый, новый, сказочный дом, в который мы приходим на работу. Подчас ремонту больница стала молодейшей на некольки десяти годел. Заменены дах, вокна и дверы, сантехника, электрика, подлоги. За ходом работы весь час надирала загадчик больницы. На место выращала пытания с бодовниками и уникала у кожную дробисть. По её пропонове было выращено самое надённое пытание. Проблема с транспортировкой и тяжкохворых пациентов. Это было, может быть, даже и основным толчком для того, чтобы приступить к реконструкции больницы. Чтобы облегчить труд персонала, ну и, конечно же, комфортность для пациентов, даже для тех, которые транспортируются. Ну и сегодня мы получили прекрасный больничный лифт. Бюджет у района, капитальный ремонт больницы обошёлся у 35 миллиардов рублёв. Олени поддаются подлику корысти, которую принесла сучастная медицинская установа людям. Молодежинская больница теперь будет одной из лепших у столичном регионе. Лидия Винцкевич, Тамер Малак, Минщина. К тем часам столбцовские коммунальники заменят теплокраницу у школы населенного пункта «Новая вёска». Коре 90 детей навучаются у будинку былой панской сядибы 1880-го года. Местовая котельня размещена у подвале, что не отповидая потребованиям безопасности. Новая теплокраница будет работать в особном помешкании. Кошт модернизации – 1,8 млрд рублёв. Уже вызначена подрядная организация, мясцовое ремонтно-будовничье управление. Закупается и обстаревание. В котельне чисто расшита нагрузкой именно только школы. Она будет на местных видах топлива полностью автоматизирована и будет работать на пилетах. Я думаю, что к Новому году должна быть построена эта блажная модельная котельная. До надзвучайных ударений у 30-ти годового мужчины загинул дорожные авары на Случшене. Трагедия сбылась поблизу вёски Ильядна на трассе Крыча у Бабруйской Вацевичи. По попередней версии, керодцы легкового автомобиля неправильно выбрал обеспеченную худкость труху. Увы, не куча гоня справился с кированием, съехал правый кювет и здесь не унаезд на придорожное древо. Для сподорожника керодцы удар оказался смиротным. Протягиваем выпуск. Новое гученье старожитной реликвии. До юбилея свято-воскресенского кафедрального собора у Борисови адновить звонницу. Головный городский храм после реконструкции набудит свой первый початковый выгляд. Заменит званы и купол, обновит фасад. Дрэч, финансируют будовлю районные предприемства и бизнесмены. Наведать богослужение, подгучение новой звонницы, брызгучание, смывут уже у Кастричнику. Голос святла подшула Вероника Цверку. Приходжанка кафедрального собора Эмилия Беловусова уже на протягу 10-ти годов доглядая клумбы при храме. Кветки повинны подкресливать, пригожусь самой святыне. Как это я не хочу, чтобы было красиво. Хочу, как каждый нормальный человек. Рестаурацию собора завершили еще на Раствоне. Некольких годов пошло на то, чтобы обновить внутреннее оздобление. Подвести отепление, усмотнить подморок и пофарбовать фасад. Под час этих ремонтных работ вы решили, что и буддинок звонится. Так само необходимо долучить до архитектурного ансамблю. С хорошей стороны знать, что проводят конструкцию. Потому что она нужна, чтобы она красивая была вообще для города, церковь наша. Ну и чтобы люди проходили в красивую церковь нашу. Разынкой нового проекта станет вершина звонницы. Новый купол выше не 7 метров вважить каля 600 килограммов. Конструкцию из меди и инших металлов выконали мясцовые мастры меньшим за месяц. Яна докладная копия купола, який был еще приузведенний звонницы в початку 20-го стагодзя. Одновить былый выгляд удалось и дякуючи старым фото с дымками, которые знайшел в архивах епископ храма. Даречи Минавитайон выступил одним из самых настойливых инициаторов реконструкции. Идею подтримали районные улады. Надо, конечно, отметить силу и заботу, приложенную настоятелям собора епископа Минаминам. Всего богатым опытом с появлением его на нашей земле мы это ощутили, чтобы принесен тут и вложен уже здесь. Инвесторами реконструкции выступили предприемства района и бизнесмены. Так само объявлены сбор сродка сирот насильництва. Завершить обновление повинен уже до конца Кастричника, чтобы новые званы прогучали у Гонор 140-годзе гисторико-культурной каштонности. Идет работа по созданию креста, который выдрузится над колокольней. И общая высота ее составит 30 метров. Проектом предусматривается также замена покрытия шатрасаного, замена покрытия кровли. Очень хочется отреставрировать и стены. Чтобы это соответствовало действительно одному ансамблю Святого Воскресенского собора, придать вид фасада такой же, как и у нашего собора. Званицыну в аходе у Борисовский собор мая сумную историю. Подчас Великой Айчыны она потерпела разом с храмом. И только на приконце 20-го стагодзе богослужения под гуки званов одновились. Сучасных прихожану вызвон парады уже напереданнее юбилею архитектурного комплекса. 19-го Кастричника Званицу осветить. Раника Цверко и Ляпучко, Минщина. Грошовый скарб национальных историко-культурных музей-заповедник Нясвиша трымая коллекцию стародавних монет с Державного фонду каштовых металлов и каштовых каменьев Беларуси. Раритеты безвыплатно будут передадены со сховища каштовности у Министерства финансов. Усяго музея трымая 93 монеты, которые были платежным сродком у Речи Посполитой, России, Франции, Пруссии, Австро-Венгрии. Монеты разного часу. Самая старожитная еще 16-го стагодзя. Передачи стародавней коллекции у Нясвиш будут займаться Министерство финансово разом с Министерством культуры краины. На этом у меня все. Доброго вам настрою и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...